Если кто не понял, на Яндекс.Зен произошли просто кардинальные изменения. Теперь на площадке самое главное не просмотры, а самое главное это подписчики. Платформа выбрала подписочную модель взаимодействия с аудиторией. А значит самое главное, чтобы хорошо зарабатывать теперь на Яндекс.Зен, это нужно, чтобы у вас на канале было много подписчиков, и чтобы они взаимодействовали с вашими публикациями. И желательно возвращались на ваши публикации и на ваш канал. В принципе, более-менее понятно, зачем Яндекс.Зен это сделал. Ну то есть, очень часто раньше можно было услышать, что захожу на канал на Дзене, а там крутится всякая желтуха, кликбейтный заголовок, на который переходишь, а сама статья ничего из себя не представляет. Интересная обертка, а внутри пустышка. Но свою роль такие публикации выполняли. Человек переходил в статью, просматривал ее, соответственно, видел рекламу, и автор получал доход. Теперь такое не прокатит, потому что человек на плохой публикации просто не подпишется на канал. Скажем так, все поменялось. Яндекс.Зен вообще странная штука. Помните то видео, где я рассказывал, что мой пост заблокировали дважды и сказали, что могут заблокировать третий раз? Я записал об этом видео, выложил его, и после этого мне пришло письмо от Яндекс.Зен, где сказали, что, к сожалению, техподдержка ввела меня в заблуждение, и на самом деле мой пост не блокировался два раза, с ним все в порядке, просто они откручиваются первые сутки, а после этого показов становится все меньше. Возможно, получается, что сперва они довели до меня не совсем корректную информацию, и, соответственно, я вам передал не совсем корректную информацию. Чтобы такого не происходило, я им предложил информационное сотрудничество, естественно, не за деньги. Но они, опять же, к сожалению, отказались и сказали, что им такое неинтересно. Ну да ладно. Давайте сегодня лучше поговорим о подписках и о том, как на них заработать. В общем, это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Но для начала небольшая реклама. Тут недавно появилось совершенно уникальное предложение от Райфайзенбанка. И главное в этом предложении это кэшбэк. Кэшбэк в полтора процента по дебетовой карте. Причем кэшбэк не ограничен по сумме и начисляется вообще на все товары. То есть будь это хоть ужин в ресторане, хоть покупка канцтоваров в канцелярском магазине. И начисляется он не какими-то там баллами, а прямо рублями на карту. Но и это еще не все. Если вы заказываете дебетовую карту по ссылке в описании, дальше указываете промокод, который тоже есть в описании, активируете ее и делаете покупку на сумму от 500 рублей, то вам кэшбэком возвращается еще 500 рублей. В общем заказываешь карту, тратишь 500 рублей, получаешь еще 500 рублей, а в дальнейшем полтора процента на любые покупки. Обслуживание карты бесплатное, доставка тоже бесплатная. В общем переходите по ссылке в описании и заказывайте карту по ссылке и промокоду. Но вернемся к нашим подписчикам. Как я уже сказал, теперь чтобы зарабатывать на Яндекс.Ден, нужно чтобы на канале было много подписчиков, и нужно чтобы эти подписчики взаимодействовали с вашим контентом. Первый пункт, по которому будут начисляться деньги. Второй пункт, это за привлечение новой аудитории. То есть те люди, которых вы привлекли на Яндекс.Дзен, и у которых еще нет ни одной подписки. Совершенно новые люди на Яндекс.Дзен. За них тоже будут начисляться деньги. Но тут понятно, зачем это Дзену. Чем больше людей на Дзене, тем больше рекламодателей, тем больше денег вообще у площадки, и тем она популярнее. Тут вопросов никаких нет. Что станет с рекомендациями? То есть статьи, которые выпускают и которые показывают в ленте. С них тоже будет начисляться какой-то доход, но опять же основной доход будет приходиться на подписчиков, а рекомендации будут использоваться больше для привлечения этих самых подписчиков. Ну и соответственно пересмотрится система ограничений, о чем говорил Ренат Низамов, что систему ограничений, статей мы пересмотрим. В чем суть этого пересмотра? Раньше статьи с кликбейтом, с трагическим каким-то контентом, ну и другими какими-то нарушениями блокировались. Теперь они также будут показываться подписчикам, но ограничения на них не будут накладываться. То есть на них можно будет в принципе зарабатывать. То есть Яндекс.Зен решил, что по подпискам человек сам решает, адекватный взрослый человек решает, что ему смотреть, что не смотреть. Не надо этому человеку указывать. То есть этот человек решил, что он будет смотреть канал с кликбейтом, бабушками и котиками, пожалуйста, подписывается на канал и ему показывают такой контент. И то есть если я выпускаю статью с кликбейтным заголовком, то эта статья опять же показывается подписчикам, ну там кликбейтным, еще может быть каким-то, который ранее нарушал правила Яндекс.Зен. Мне эту статью как подписчику покажут, но в ленту ее не выпустят. Имеется в виду общая лента рекомендаций. То есть на этой статье я не смогу набрать новых подписчиков, но на старых смогу заработать. Это, конечно, касается не всех типов нарушений, то есть там призывы какие-то к насилию, азартные игры. Это, конечно, все будет запрещено и каналы, скорее всего, за это будут ограничивать. Но то, что не нарушает законодательство, оно будет показываться нашим подписчикам. Что еще? Яндекс.Зен наконец-то отменил правило, что запрещены статьи, которые эксплуатируют локальные происшествия. У меня очень много статей на историческом канале были заблокированы только за то, что там якобы эксплуатировались локальные происшествия. Теперь этого правила вообще нет. Я проверил, у меня в предупреждениях все это висело, я написал в техподдержку, сказал так и так. Я посмотрел Рината Низамова, он сказал, что эти нарушения больше никакие не нарушения. Мне действительно сняли ограничения по эксплуатации локальных происшествий. Что, несомненно, не может не радовать. По словам Рината, вознаграждение за контент по подпискам будет расти. Вот, теперь можно похлопать, друзья, давай теперь похлопаем. И контента по подписке станет больше, то есть Яндекс.Зен чуть ли не переходит на подписочную модель. В том году на блогеров они потратили 2,5 миллиарда, в этом году планируют потратить 4 миллиарда рублей на авторов, на развитие площадки. И по словам того же Рината, большая часть этих денег как раз пойдет на людей, которые работают с контентом, чтобы привлекать новых подписчиков, именно подписчиков. Это как раз то, о чем я говорю. Что подписчики стали теперь самым главным, и если кто-то не понял, то в Дзене все кардинально изменилось. Теперь можно зарабатывать даже на постах. То есть меня не взяли программу поддержки авторов постов. Но мой товарищ все равно говорил, пиши посты, подавай заявку, пробуй. Он, кстати, был прав, потому что теперь я заработал даже на постах где-то 600 рублей. Это как раз деньги, которые я получил на подписчиках. Он, кстати, если кому интересно, сейчас разыгрывает 2 инвайта на пульс. Для этого нужно перейти во его последнее видео. Желательно посмотреть это видео, поставить лайк, написать комментарий. И кому-то из участников он предоставит один из инвайтов. Ссылку на его канал и видео я прикреплю в описании. Если интересно, переходите. Опять же повторюсь, это он мне рекомендовал писать посты. И тут вот такой вот момент. Посты писать довольно просто. Это короткие какие-то записи. И зарабатывать, если на подписчиках, то может так подуматься, что проще писать как раз эти самые посты, быстренько написал. И зарабатывать на этом деньги чисто на подписчиках. То есть рекламы-то по сути никакой нет, но мы можем зарабатывать на подписчиках. Экономически выгодно может статься так, что нам будет проще создавать один какой-то формат. Дзен по этому поводу сказал, что в дальнейшем он учтет тип контента, на котором зарабатывают на подписчиках. То есть статья эта, на которую вы потратили большое количество времени. Либо может быть это какой-то пост короткий, либо короткое видео То есть это все будет по-разному оплачиваться Но из того, что они сказали на данный момент, я так понимаю, сейчас этого разграничения нет То есть, как я лично понял, сейчас тип контента в плане начисления каких-то денежных средств вообще никак не учитывается Что это там посты, что видео, что длинные лонгриды, награды за подписчиков примерно одинаковые, либо одинаковые Но они планируют это в скором времени пофиксить Это первый момент Второй момент, как сказал Ренат Низамов, вознаграждение будет начисляться за активных подписчиков И в скором времени у авторов появится новый инструмент, который будет помогать отслеживать число активных подписчиков на канале Посмотрим, как это будет выглядеть Ну а сейчас пока у нас есть только один новый столбец, который говорит, сколько мы заработали на этих самых подписчиков Если перейти на мой канал, у меня появляется какое-то странное число в 1776 рублей 65 копеек И дальше идут одни девятки В общем, одну какую-то копейку не смогли разделить Если перейдем сейчас на мой канал, то посмотрим, сколько мы заработали на этих самых подписчиках Вот у нас этот столбец За что-то начисляют, за что-то не начисляют Деньги за подписчиков будут начисляться не на следующий день после вашей публикации А с некоторой задержкой На данный момент озвучена задержка в 7 дней Но 7 дней плюс еще 2 дня, которые отведены на обновление баланса То есть через 9 дней вы получаете деньги за взаимодействие подписчиков с конкретной публикацией Если публикация не потеряла актуальности, то со временем будут начисляться еще за нее деньги Эти деньги будут начисляться на 14, 21 и 28 день В общем, как я уже вам показал, я заработал пока что на этих подписчиках где-то 1700 рублей Как оно будет в дальнейшем, мы посмотрим Учитывая такую длинную задержку Скорее всего деньги будут и дальше начисляться Плюс посты, которые я публикую Теперь тоже появился смысл их публиковать Хотя я и буду продолжать подавать заявку в программу поддержки этих самых постов Еще раз повторюсь, что система кардинально меняет подход Яндекс.Зена К рекомендациям, к тому, как будут начисляться деньги К тому, сколько и как мы будем зарабатывать Но как это будет работать и будет ли работать адекватно, мы посмотрим в дальнейшем Вот, ну, а у меня на этом все Подписывайтесь на мой канал, на инстаграм Тоже подписывайтесь, до новых встреч, пока